Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает сама Цикенов. И в начале выпуска коротко о главных событиях. Цена угля со складов без доставки составляет 7400 тенге за тонну. При отгрузке твердого топлива приоритет отдается простым потребителям, а не перекупщикам. Продукция, выпускаемая семейским предпринимателем, пользуется высоким спросом по всему Казахстану. В этом помогла программа «Дорожная карта бизнеса-2020». Третье воскресенье августа отмечается как День спорта. В связи с этим в семье пройдет ряд праздничных спортивных мероприятий, в том числе марафон на 10 километров и кубок города по мотокроссу. Открывает выпуск новости республики. Глава государства Нурслутан Азербайев побывал с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области. В ходе визита в регион президент, осмотрев пассивные площади, встретился с крестьянами. Сейчас в области ведется большая работа по диверсификации сельскохозяйственных угодий. Так, в текущем году масляничными культурами была засеяна территория в 1 миллион гектаров. Радуют и показатели социально-экономического развития области. Так, за 6 месяцев текущего года в регион было привлечено инвестиции на 75 миллиардов тенге. Отметим, что визит главы государства в Северо-Казахстанскую область начался с посещения завода по переработке масляничных культур Тайн-Шамай. В этом году предприятие планирует переработать 100-150 тысяч тонн сырья. Благодаря этому общий объем продукции значительно увеличится и составит 60 миллиардов тенге. В будущем этот показатель планируется довести до 300 тысяч тонн. В результате переработки предприятие получит 80 тысяч тонн масла и 120 тысяч тонн жмыха. Также во время встречи с президентом было отмечено, что с каждым годом растет число переселенцев с юга на север. Посетив один из домов, глава государства ознакомился с их бытом. Затем состоялась встреча с крестьянами, в ходе которой Нурсултан Назарбаев поинтересовался урожайностью зерна. Продолжаем выпуск. В ближайшее время Казахстан ратифицирует конвенцию о статусе Каспийского моря. Об этом заявила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Зульфия Аманжолова. Министерство иностранных дел уже взялось за работу и направит документ в компетентные органы. Процедура ратификации международного документа имеет определенные сроки и специальные процедуры. Однако министерство заинтересовано в том, чтобы завершить эту работу в ближайшее время. Напомним, документ был принят на прошлой неделе на встрече президентов во время саммита прикаспийских государств в Актау. Его проектная версия была согласована в конце прошлого года на уровне Министерств иностранных дел. В соответствии с законом Республики Казахстан о международных договорах, опубликовать текст международного договора можно после его вступления в силу. То есть после того, как все государства его ратифицируют. К новостям региона. Для тех, кто занимается незаконной перепродажей угля, наступают сложные времена. Теперь при реализации твердого топлива приоритет будет отдаваться простым потребителям, которые не имеют возможности приобрести уголь по спекулятивным ценам. В этом году на трех основных угольных складах нашего города стоимость одной тонны твердого топлива составляет 7400 тенге. При условии доставки в любую точку города его цена будет 8600 тенге за тонну. Уже сегодня Акимат города формирует списки граждан, проживающих в частном секторе с целью обеспечения необходимого объема угля для всех потребителей. Подробности у нашей съемочной группы. За отопительный сезон частный сектор Семея сжигает порядка 260 тысяч тонн угля. Уже сегодня многие из горожан пытаются закупить необходимое количество твердого топлива. Но, как оказалось, его пока что хватает не всем. Из года в год главной проблемой становятся перекупщики, которые, закупая уголь по цене поставщика, перепродают его потом по завышенной стоимости. В целях недопущения искусственного дефицита и усиления контроля за продажей угля Аким Семея посетил железнодорожные тупики, куда завозится твердое топливо, и убедился, что уголь есть. Теперь главное, чтобы он попал к конечному потребителю с учетом пенсионеров и одинокопроживающих. Мы сегодня взяли списки по линии Сабеса, от предприятий, о том, что от КТЖ нам дали списки, кто нуждается в угле. И объемы угля. Кому-то 3 тонн, а кому-то 5 тонн. И вот по этим спискам сегодня мы эти списки отдаем транспортной компании, этому жигеру. Они с ними связываются, и в удобное время этот уголь завозят. Есть эти пенсионеры, есть одинокопроживающие, с которыми мы сегодня эту работу ведем через Сабес, через ЖКХ. Более того, под каждым мы подводим инструменты государственной поддержки, жилищные пособия. Столпотворение частных машин у угольного склада стало отдельной темой разговора. Глава семьи подверг критике ситуацию, когда человек, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, спекулируя, получает прибыль за счет искусственно созданного дефицита угля. Аким жестко потребовал списки водителей, занимающихся частным извозом. Дайте нам эти списки, все, кто к вам заезжает. Все машины, которые к вам заезжают. И все, мы с ними будем разбираться. Вместе с тем, во время беседы выяснилось, что город по каким-то причинам не получает заявленное количество твердого топлива. Согласно договоренностям, на три железнодорожных тупика должно поступать 20 вагонов угля в сутки, но по факту приходит всего три. Да, это не хватает, этого мало, потому что наплыв будет гораздо больше, что у населения. Это вот реально мало. И население все равно будет и отсюда закупаться, и с разреза будет. 350 тонн у нас, мы рассчитывали хотя бы, чтобы 5 вагонов нам ставили. Но сегодняшний, да? Да, да, хотя бы туда, на тот 5 вагонов. Но сейчас ситуация складывается такая, что я говорю, что сегодня у нас заявку к РЖРА не приняла. Дала три вагона в сутки и на три склада. Это по вагону на склад в сутки. Лично побывав на Весовой, Ермак Салимов убедился, что некоторые машины занимаются перепродажей угля. В журнале отгрузки твердого топлива зафиксировано, что частники заезжают на погрузку по несколько раз в день. Элементарно просто. Позвонила и сказала, привезите 3 тонны угля по цене. Сказали, нет, это будет через неделю. Мы каждый день добиваемся, чтобы уголь шел сюда, чтобы здесь было. Получается, тогда мы кого обеспечиваем углем в первую очередь? И П, да, предпринимателей, которые едут на тупик и продают дальше по своей цене. С добавленной стоимостью. Встретившись с водителями частных машин, глава города отметил, что любая коммерческая деятельность должна быть законной. Поэтому те из них, кто работает без патента индивидуального предпринимателя, нарушают налоговый кодекс. Претензии перекупщиков в плане нехватки угля Аким Семея посчитал несостоятельными. Так как твердое топливо в наличии есть, но приоритет при его распределении отдается простым покупателям из числа граждан. Вместе с тем он положительно отозвался о необходимости контрольных весов, чтобы потребители могли убедиться, что купили заявленное количество угля. Посетив второй склад, откуда отгружается уголь горожанам, Ермак Салимов отметил, что он должен работать исключительно в интересах простых граждан. Самат Ситенов, Мирей Жакманов, телеканал «Семей». Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» стала одной из наиболее эффективных проектов развития предпринимательства. В настоящее время количество его участников увеличивается. Одним из них является местный предприниматель Ербол Нартпаев. Бизнесмен производит матрасы и постельные принадлежности. За короткое время его деятельность дала хорошие результаты. Частный предприниматель Ербол Нартпаев начал свой бизнес в 2011 году с производства матрасов. В целях повышения качества продукции в 2014 году он начал работать на новом современном оборудовании, что позволило расширить ассортимент продукции. Сегодня покупатели могут заказать обычные и ортопедические матрасы, а также на матраснике, одеяло и подушки. Матрасы, которые мы производим, не уступают по качеству российским производителям. На сегодняшний день у нас есть 30 видов матрасов. Размеры клиенты выбирают сами. Проволочное железо, необходимое для производства матраса, Ербол Нартпаев заказывает с России. А наполнители и ткань доставляют из Китая и Турции. На этом оборудовании изготавливают пружинные блоки. Они склеиваются и собираются на этом станке. В это время многоигольчатая швейная машина качественно обшивает внешнюю поверхность матраса. Рисунок шва клиенты могут выбирать сами. Работаю я на станке по производству матрасов «Банель». Занимаюсь изготовлением матрасов и также технически обеспечиваю. Благодаря новым технологиям, мы производим больше, изготавливаем больше, легче. Быстрее все производство происходит. Предприниматель при поддержке фонда «Дому» на сегодняшний день обеспечивает работу около 20 человек. Высококачественные и доступные по цене матрасы покупают не только горожане, но и крупные фирмы, которые производят мебель. Матрасы и постельные принадлежности семьи имеют большой спрос во всех крупных городах страны. По Кадгуль Кази, Серик Нуртазинов, телеканал «Семей». К другим темам. В этом году праздник Курбан-Айт начинается 21 августа. Согласно закону о праздниках в Республике Казахстан, первый день Курбан-Айта был утвержден выходным. О том, как пройдет празднование, рассказали представители Духовного управления мусульман Казахстана по семейскому региону, главный имам одноминаретной мечети и специалисты отдела ветеринарии во время специальной пресс-конференции. Праздник Курбан-Айт начинается через 70 дней после уразы и длится три дня. Название этого праздника с арабского языка переводится как «праздник жертвоприношения». Поэтому традиционно после молитвы мусульманская община жертвует овец, козлов, коров или верблюдов. Те, кто дает зикет, обязаны делать жертвоприношение, говорит имам. У кого есть возможность, то есть средства позволяют купить жертвенное животное, принести жертву, тот должен обязательно принести жертву барана, либо корову-духлетку, либо, если есть верблюд, то верблюд пятигодовалый. Для Курбана в основном приносит жертву именно барана, либо козу, но годовалую. Есть случаи, когда разрешается шести или восьми месячных баранов приносить жертву, если они по своей упитанности к этому подходят. Возраст барана, приносимого в жертву, должен быть старше года. Коровы не старше двух лет, а верблюда пяти лет. Мясо раздают нуждающимся, родственникам и знакомым. Сегодня в городе уже определены специальные места для продажи животных и убойные пункты. Реализацию живого скота можно производить на рынке Саре, универсальном, который расположен на третьем километре Алматинской трассы. Также убой скота можно производить и реализацию на убойном пункте по улице Космонавтов 1, район Дальний. Также можно реализовывать и забивать животных на торгово-владистическом центре Северный. Приносить в жертву животное можно будет и в специально отведенном месте на территории центральной мечети по улице Абая, а также по адресу Щерса 169 в районе Нахаловки. По словам имамов, праздник Курбанайт – великое и важное событие для каждого мусульманина. Три дня праздничных дней в каждом доме накрывают дастархан. Вера – основа справедливого и процветающего общества. Поэтому мы стараемся пропагандировать наш традиционный праздник и вносить свой вклад в укрепление межконфессионального согласия в стране, говорят священнослужители нашего города. Пакат Гульказя, Смирий Жахманов, телеканал «Семей». Каждый год, третье воскресенье августа, казахстанцы отмечают День спорта. В честь этого события городской отдел спорта и физической культуры проводит ряд масштабных мероприятий. Так, уже завтра впервые состоится марафон на 10 километров и очередной кубок города по мотокроссу. В следующие выходные на стадионе «Спартак» пройдет честование ветеранов спорта. Ежегодно в честь празднования Дня спорта проводятся соревнования по волейболу, легкой атлетике, а также традиционный матч среди представителей местной исполнительной власти и работниками СМИ по футболу. В этом году этот список пополнит кубок города по мотокроссу, а также малый марафон с забегом на 10 километров. На сегодняшний день заявки для участия подали уже 200 человек в четырех возрастных категориях. Среди них есть жители и сельских районов. В субботу запланирован первый раз в нашем городе малый марафон по легкой атлетике, где могут принять участие все жители города. Старт начнется на левом берегу моста, возле офиса моста. Специально для этого нашли меценатов, спонсоров, которые именно выделили денежные призы для победителей, призеров. В честь Дня спорта состоится вручение ключей от инво-такси для спортсменов с ограниченными возможностями. Напомним, наши спортсмены уже стали победителями областной спартакиады среди инвалидов. В ближайшее время они представят нашу область на республиканских соревнованиях. Вы знаете, что в этом году при городском дешевле открыли отделение по развитию спорта среди людей с ограниченными возможностями для того, чтобы легче им было передвигаться по городу. Именно для этого выделили на такси. Ожидается, что во время торжественного мероприятия также пройдет чествование ветеранов спорта. Состоится она на стадионе «Спартак». В торжественном мероприятии могут принять участие все желающие. Бакатгуль Казя, Серик Нортозинов, телеканал «Семей». Таковы были новости в конце этой недели. А мы с вами прощаемся. Всего доброго и удачных вам выходных.